И всем привет, ребят! С Мистер Байк, я сюда записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике. Сегодня мы вместе с вами обсудим очень важную тему в преддверии нашего, наверное, лучшего праздника в игре. Дня рождения игры, которое должно стартовать уже буквально через пару-тройку дней. Но есть и моменты, которые могут этому празднику помешать. И сегодня мы об этих моментах чуточку больше поговорим. Ну а если вам подобного рода видосы нравятся, то обязательно не забывайте поддерживать их лайком. Не забывайте подписываться на этот канал. Ну и, конечно же, не забывайте про розыгрыш по тегу для этого в настройках игры в аккаунтике. Устанавливайте ему личный тег, тегтимп, дальше оформляйте покупку в магазине. Ну и заполняйте форму, которая есть в описании. И участвуйте уже в новом розыгрыше по тегу. Сегодня я в очередной раз вернусь к теме дедоса. В очередной раз обсужу и хочу вообще чуть больше углубиться в эту тему. Потому что уже на протяжении, ну, наверное, дней так трех-четырех. А может быть даже недели. С переменным успехом наша игра лагает. В нашей игре есть проблемы. Есть нерешенные проблемы. Хотя Орех говорил о том, что дедос побежден и дедоса больше в нашей игре не будет. Но уже сейчас я могу сказать, что этот дедос есть. И он по ощущениям неизбежен на день рождения нашей игры. Разработчики до сих пор не дали никакой абсолютной информации по сей день. Да, за все те лаги, которые были у нас на предыдущей неделе. И уже точно пока что этой информации никакой не будет. И это немножечко настораживает, наверное, меня. Да, ведь проблемы и лаги есть. И когда я запускаю стрим, я постоянно с ними сталкиваюсь. Вчера вовсе играл турнир. И на постоянной основе дедоса атаки происходили. Игра лагала. И все работало нестабильно. Да, и если учитывать тот факт, что у нас как такового еще ивента нету. А как вы знаете, весь самый жесткий дедос в нашей игре впервые стартовал именно на день рождения игры. Это заставляет меня очень сильно задуматься. И если неделю назад, записывая видос о дедосе, я еще размышлял и говорил, что в теории. И то, что скорее всего там что-то появится. То теперь я в этом уверен практически на 100%. Что этот день рождения точно будет с дедосом. И то, что у нас вернутся проблемы в игру. Потому что проблемы, ну по сути, наверное, не решены до сих пор. Дедосер нашел какие-то определенные новые лазейки. За счет которых он довольно-таки успешно делает то, что он хочет делать. Да, и то, что не хотят видеть. Ни один из игроков нашей игры. И я в том числе. Но на сегодняшний день это выглядит как то, что реально будет. И у меня, ну вот единственный, наверное, вопрос к Ореху. Что он делает на сегодняшний момент времени. И старается ли он предотвратить и решить эту проблему. И знает ли он о том, что этот дедос уже близок. И то, что если никакой защиты не будет, то уже в пятницу праздник начнется с жесточайших дедос атак. И все это дело может привести к тому, что мы в очередной раз второй день рождения подряд будем испытывать большие проблемы со входом в игру. Очень не хотелось бы в это верить. Очень не хотелось бы, чтобы это повторилось. Да, потому что если учитывать тот спектр эмоций, который я испытывал на предыдущий день рождения. Когда я вообще по сути не мог поиграть ни в спецрежимах, ни пофармить. Да даже заданки выполнить я не мог. То очень сильно не хотелось бы, чтобы это все дело повторилось. И я надеюсь на то, что как раз таки Орех ведет сейчас эту работу по защите. Ведь мы знаем, что уже на протяжении года все это дело пытается дедосер продвинуть. Но уже как минимум раза наверное три после жестких дедос атак Орех решал эту проблему. Устанавливал защиту и дедос был предотвращен. Понятное дело, что это проблема такая супер актуальная. И возможно у танков нету супер больших ресурсов на то, чтобы поставить прям железобетонную защиту от ДОСа. И в этом есть какие-то свои нюансы и проблемы. Но я очень сильно надеюсь на то, что к этому уже празднику все у нас будет намного с лучшей стороны установлено. И намного меньше проблем у нас будет. Потому что исходя из того, что я вижу на сегодняшний момент времени, я уже уверен в том, что эти проблемы будут. Потому что если у нас без никаких ивентов уже игра лагает, уже происходят дедос атаки. И на стриме приходят такие сообщения по типу там происходят проверки. То я уже могу со стопроцентной уверенностью сказать то, что что-то масштабное готовится. И очень не хотелось бы верить в то, что реально у нас будут проблемы и будут ДОСы в игре. Как-то так, друзья. Поживем, конечно, увидим, что нас ждет уже на этих выходных. Потому что уже эти выходные будут у нас праздничные. И уже у нас будут скидки. У нас будут уже новые ивенты, посвященные к дню рождению игры. И самое главное, чтобы это все дело не обломалось. И чтобы мы не столкнулись с большими проблемами в нашей игре. И хотелось бы в это очень сильно верить. Поэтому поддерживайте данный видос лайком. Если согласны с моей точкой зрения. Если вы, так же как и я, хотели бы, чтобы никаких у нас проблем и лагов не было. Подписывайтесь на этот канал. Если вы еще вдруг не подписаны, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться на мою тележечку, которую я на сегодняшний момент времени стараюсь супер активно вести. Поэтому подписывайтесь. Весь лайв-контентик. Плюс вся информация о стримах всегда появляется там. Поэтому переходите, подписывайтесь. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока. Пока.